Добрый день всем, кто сегодня пришел. Как всегда, я обычно говорю насчет числа, скачек сегодня еще нет, потому что статистика будет к концу месяца готова, но тем не менее, что хочу сказать, что несмотря на то, что продолжается, в любом случае, саботаж и так далее, но, допустим, сами цифры говорят сами за себя. К примеру, на моем сайте, ну, персональном сайте, на данный момент, когда я записывал сегодня, специально записал, посещение было 3 миллиона 523 тысячи 463 человека. То есть, если раньше, первый миллион посещений было, взяло 5 лет, чтобы набралось 1 миллион, второй миллион 10 января этого года, второй миллион посещений, то с 10 января после внешний день, чуть больше 6 месяцев, уже посещение 1 миллион 523 тысяч с лишним. То есть, полтора миллиона за полгода, это при всем при том, что идет блокировка, многие присылают, жалуются, что там сайты заблокированы и так далее, потом разблокируют, тем не менее, все равно число посещений не так уж уменьшается. О чем это говорит? Значит, то, что содержится в моей книге, то, что я несу людям на человеке, это действительно важно и нужно, и не мне лично, а именно людям, потому что заставить человека прийти на сайт и посмотреть, скачать, заставить никто не может, это его добрая воля. И, как вы понимаете, что это не порно-сайт, который почему-то, вот самое интересное, мои сайты блокируют, то там, в том регионе, то там провайдеры блокируют, но порно-сайты, которые вроде бы считаются запрещенными, да, почему-то ни один из этих провайдеров не блокирует. Странная политика, не так ли? Но это вопрос уже второй совести провайдеров и тех, кто за ними стоит. О чем сегодня я хотел бы затронуть несколько тем? Ну, опять-таки, несколько писем, которые я получал и получаю на свой сайт, я их тоже хотел немножко осуществить, потому что некоторые весьма любопытные. И другую тему хотел затронуть, прежде чем мы перейдем к рассмотрению тех записок, которые появятся из зала. Ну, вот иногда получаешь, начну с забавной такой записки, письмецо, который получил, письмецо такого плана. Как можете вы, человек начитанный и образованный, нести, извините, вместо истинно такую хинею? Каждое ваше слово, каждая мысль и те, кто с вами, и кто вам помогает, знает Господь. Ну, надо же! Вы не боитесь быть осуждены небесным судом и вечно гореть? Остановитесь, пока не поздно. Если слепой ведет слепого, то оба они упадут в тьму. Вот знаете, вот лучшего завершения своей агитки этот человек придумать не мог. Вот действительно слепой, который не понимает ни бремеса, даже 24 не понимает, и вот действительно несет ахинею. Так вот, по его же словам, если Господь Бог, которого он считает, существует, существовал, то он давно был должен положить конец, был бы тому беспределу, который творится на земле. А если он ничего не делает, то, конечно, оговорок может придуть много. То вопрос того, чей это Господь Бог и на какой стороне он находится. А вот когда, чтобы немножко эту тему завернуть, так сказать, быстро, потому что не собираюсь на ней сегодня долго останавливаться, просто когда я отвечал, там, которые нападки там были, от ЦРК, несколько было нападок, я их ответил, после чего нападки прекратились. Ну, невыгодным нападать стало, потому что мой ответ оказался хуже их, так сказать, нападок для них. Я просто взял и сделал очень просто. В ответах написал, вот, смотрите, Тора и Ветхий Завет, в принципе, одно и то же. Вот давайте сравним, что в Торе говорится Господь Бог для избранных и что то же самое Господь Бог говорит для всех остальных. И поставил рядом два текста, то есть выдержки Сторы и выдержки Ветхого Завета. Вы знаете, многим люди после этого перестали ходить в церковь. Почему? Да потому что Господь Бог и там, и там один. Вопрос. Если Он всех так любит, почему? Одним говорит одно, а другим совершенно другое, противоположное. Одним обещает богатство и беспредельное господство над всеми остальными, а другим готовит участь рабов и говорит, что рабы – это Ваша участь покойновековая до конца Ваших дней и Вашим детям, правнукам и так далее. Разве может быть один и тот же Бог вещать такие противоположные вещи? Ну и так далее, и так далее. Понимаете, здесь смешно, как люди тупо, извините, не думая, что-то впитывают и так далее. И одна из причин, с моей точки зрения, в том, что очень удобно в некоторой позиции для многих людей принять, что вот такая вся гадость происходит вокруг нас и внутри нас. Я не виноват. Или я не виноватая. Это все способно смысл, как или наказание, или испытание. Значит, я должен смиренно все применять. А так, если по-другому подходить, значит, человек должен действовать, правильно? Человек должен что-то противостоять пакостям, мерностям, подлостям, низостям. А тут, оказывается, не нужно ничего противостоять. Так же, это же здорово, мне не нужно это обрыкаться, мне не нужно ничего делать. Это философия раба. Именно, понимаете, человек может быть не лишен свободы, но быть рабом. Потому что раб, рабский менталитет, это не ограничение свободы, как таковой. Свободный человек может быть свободным и в тюрьме, а раб может быть и на свободе рабом. А именно, менталитет. Вот такой менталитет почему-то лег очень хорошо на многих людей. Вместо того, чтобы обвинять себя за все те грехи, ну, условно, скажем так, ну, если говорить эгрегородным языком, которые они совершают, они говорят, что это испытание, искушение и тому подобное, и таким образом оправдывают себя. То есть, те, кто создавал социальное оружие, естественно, они были неплохими психологами, социологами. Они просто так придумали разные штучки. Ну, плюс там нейронические программины, о которых только сейчас стали говорить. И многое, что еще другое. Кроме того, что там есть нейронические программины, есть еще другие уровни, которые человек даже не подозревает в большинство. Я говорил об этом в Архангельске, я не только в Архангельске, проводил такие эксперименты. Эксперименты люди читали Новый Завет, потому что Ветхий Завет долго читать, время займет, а Новый Завет меньше. И, прочитав, приносили мне, я просто не открывая, убирал программы, которые на других уровнях есть, возвращал людям. Они потом тут же читали через день-два, и у них глаза на лоб приезжали. А как же мы же только читали, там совершенно другое видели. Многие такие вещи присутствуют, которых люди не знают, не понимают и так далее. И именно желание приводит к тому, что появляются такие письма, к такого плана. Что еще? Любопытное письмо пришло. Один человек написал, я очень много слышал критики в вашей адресе, и меня самого не особо убеждали в виде, где я видел вашу встречу с читателем. Но когда я получше узнал, кто вас критикует и кто вас защищает, то получается так. Тех, кто не знает ваших работ, не читал ни одной вашей книги, критикует вас так, словно они истинно посредине стали, и проводят кучу ссылок на разные источники информации, якобы разоблачающие вас. Типа еврейского фашизма, власти, банков, США и так далее. В общем, все то, о чем вы пишете только в другой оберке, действенно скрыто еще лучше, чем у вас. Тех, кто читал ваши книги, хотя бы одну, как я, Россию, не... Те, наоборот, ващущают и приводят аргументы в вашу защиту, ссылаются на вашу книгу. Я вам... ну и так далее. Уже пишется по поводу слова на европейских веках и так далее, и так далее. Вот, понимаете, что получается? Вот этот читатель, никто его не стал ни читать, ни писать. И он подметил одну вещь. Действительно, те, кто критикуют и, в принципе, орут больше всех, ни один из них практически не читал ничего, то, что я написал. Вопрос забавный, да? А вопрос остается, а чего же они критикуют? Просто так вот их критику берут. Откуда? Вот статьи, которых якобы не читают. Так прочитайте книжку. Это ваше право. Мне нравится, не нравится. Это личное дело каждого. Нет, они, типа, именно опираются на то, что доходят до абсурда. Повторяют одно и то же. Один, типа, прислал, типа, с матом-перематом. Я такие не приношу письма. Их не много. Очень немного, надо сказать. Но вот, вот, вы там это самое, еще с Ротшильдом дружите. Да я Ротшильдом не знаю. Никогда не знал. Просто перепутали, что я встречался с Лоренцом Рокфеллером. И одна фотография есть, я с ним, где, в моем сайте стоит. И они перепутали, что это не Рокфеллером, а Ротшильд. И вот с тех пор до сих пор говорят, ну хоть поправьте хотя бы. Нужно говорить и не Ротшильд, а Рокфеллером. Это пошло уже. Хотя более подробно я уже говорил, буду дальше говорить и писать свои книги. Там любопытная история. История прошла. Вот такие критиканы. Вопрос, почему они критикуют? А очень просто. Как выяснил один мой хороший знакомый, я уже говорил, Юсупов. Он сам академик, советская академия еще и так далее. Естественно, современная академия. Вот он прекрасно разбирается. И он там с одним критиканом тоже спорил. Оказалось, тоже. Когда он попросил у него на форуме, пытался объяснить ему, тот ничего. Попросил у него телефон. Он дал ему и позвонил. Оказывается, человек даже не имеет среднего образования. Но критикует. Все направо и налево. И когда он ему сказал, а что ж ты критикуешь? А вот я инвалид. А он спрашивает, а Левашов тебе сделал инвалид? Нет. А что ж тогда? А вот пускай Левашов мне заплатит миллион рублей, я его буду хвалить. Вопрос. Знаете, как говорят, в некоторых вопросах есть ответ. Когда его спрашивают, Левашов тебе сделал инвалидом? Он говорит, нет. Пускай Левашов мне заплатит миллион рублей, я буду его хвалить. Напрашивай сам. Значит, инвалиду кто-то заплатил. Для того, чтобы он это делал. Ему не волнует правда, истина и так далее. Так вот, практически все такие вот дельцы, в кавычках, критиканы. Вот такого плана. Как вот этот парень пишет. Который не я написал. Это просто я не говорю имена. Потому что вот я распечатаю просто, чтобы не думали, что я придумаю книгу и так далее. Не я, так сказать, это пишу или не я, как могу сказать. Это реальные люди, которых я не знал и не знаю лично. И так далее. Вот такие моменты. Но большинство людей как раз-то рады то, что не находят. Несмотря на это все препоны и все пакости, которые говорят. Ну, пишет другой. Так, ну тут благодарность то. Еще с детства моя душа стремилась к постижению крыльяющей нас мира. Познание сути процесса, интереса к культуре наших предков появился у меня после прочтения книг Мегре. Душа бурно тренировала на информацию, изложенную там. И появилось сильное желание узнать как можно больше о древних славянах и культуре, и деяниях. К сожалению, большинство эзотерической литературы дает лишь отрывочные представления о мировоззрении. Ваши книги в России появились, являющиеся серьезным трудом, подкреплены множество фактов и доказательств. Я переводил единое и ценное представление о нашей истории, нашей цивилизации и государстве, а также о поясненных мотивах общего исторического процесса. Мне, так сказать, теперь я с гордостью и вполне осознанно могу сказать, я рус. Я счастлива от того, что родился русом, что мои предки прослали себя такими великими делами. И если изначально гордость и патрин, которые были всегда привиты родителями, и об условленной генической памяти, к сожалению, не всегда находили подтверждения в дни сегодняшнем и фактах официальной истории, то сегодня с вашей помощью происходит перевод в моем сознании. И так далее. То есть это уже зрелый человек прислал, естественно. Но не только зрелые люди пишут такого плана. Он прислал письмо мне парень, 20-летний, пишет, что вот, мне 20 лет, я пил, курил, гулял, делал все, что все остальные делали, потому что видел своих родителей, жизнь, и не видел смысла будущего, не видел, и так далее, и так далее. И по настоянию моей мамы, я сначала с таким отторжением начал читать вашу книгу, и теперь я горжусь то, что я рус, то, что я родился в такой стране, и так далее. Теперь мне изменилось все, и так далее, и так далее. У меня есть смысл жизни, и он уже не пьет, не курит и ведет достойный образ жизни. Забавно, да? Его же никто, так сказать... Просто парень, и таких случаев не единицы. Парень просто прочитал книгу, хотя написал, что с недоверием, отторжением сначала, а потом начал читать, и, видно, зомбировал его, да? Зомби сделал, да? Он в секту попал, но я не в секту, да, как говорят. Но, во-первых, абсурд, и в одной статье это историко-церковникам писал, что секты относятся к понятиям иреглиозным. Я атеист был, я им оставался. Какая, может быть, атеистическая секта, да? Знаете, когда мне говорят насчет Бога, я всегда привожу один забавный факт. Это не мой факт открытый, поэтому не сфабрикован и так далее. Но вы знаете, джунг-амазонки достаточно племен, которые живут еще на очень примитивном уровне жизни. И вот когда их, одно из таких племен, открыли, как раз над их территорией проходила трасса воздушных линий. И периодически над ними пролетали самолеты. Понятно, да? И что? Вот летит, гремит, какая-то серебряная птица. И что же обнаружили в этом племени? Оказывается, племя стала поклоняться самолетам как Богу. Слепила там из подручьего материала что-то похожее, и у них стал самолет Богом. Вопрос. Значит ли, что самолет является Господом Богом? Наверное, здесь знает сидящий любой в зале, что ответ на этот вопрос, правильно? Но для них это Господь Бог. Потому что он летит, гремит, летит высоко, серебряный, еще и гремит, и пугает. Еще то, что с него падает периодически, не всегда приятное, если попадешь в божественные подарки. Оказывается, ну, может, для них это божественный дар, я не знаю. Но для всех остальных это не очень приятные вещи, которые падают с самолетов. Вот так, вопрос. Если людей держат в полном невежестве об очевидных фактах, значит ли это, что действительно Господь Бог есть? Но самое любопытное, напомню, напомнить, так сказать, кое-что из религиозного фольклора, скажем так. Вспомните, кто общался с Моисеем на горе Синай? Горящий куст. Который передал ему все заветы, правильно? Вопрос. Вот вы, сидящий в зале сейчас, придите куда-либо и скажите, вы знаете, со мной говорил горячий куст, да, и дал мне законы, по которым вы все должны жить. Вы живете неправильно? Жить должны по тем законам, о которых мне обещал горячий куст. Ну, там, не важно, кусти, горячий, не горячий и так далее. Что бы с вами сделали сейчас? Что бы сделали? Кащенко, да, Смиритому башку. Ну, кого-то почему-то сейчас это так смотрят. Но, тем не менее, многие те же психиатры, которые каждый, сидящий у вас в зале, отправили бы туда, куда мы говорили, читают, ходят в церковь, посвящают, или в синагогу ходят, большинство из них, или в церковь, где то же самое обосновано. Вопрос. Это где же правда тогда? Где они верят? Значит, профессия это вот эта, а поэтому такое. Ну, это такой момент, который, так сказать, многим не понравится, из верующих. Но важно не то, что хотят. Для того, чтобы я хотел сказать, что вот жалко мне людей, вот действительно жалко, которые идут, и вот несут последние свои крохи, в церковь, отдают. И для того, чтобы понять, что такое церковь, достаточно посмотреть, как живут священники, да, подавляющее большинство. И как живут те, почему-то, прихожане, которые приходят в церковь за помощью. Вопрос. А кому же Господь Богу помочь оказывает тогда? Подумайте. Оказывается, по результатам, почему-то помощь у Господь Бога, ну, понимаете, в каком плане я имею в виду, Господь Бог, оказывает только священники, потому что у них шикарные дома, шикарные, как говорится, машины, патриарх, у него яхты по 15-20 миллионов евро, на которые он изъезжает. Это Богу нужно, да? Очень. Ну и так далее, и так далее. Вот мне жалко, что вот паразиты такие, конечно, среди них есть искренне заблудшие люди, которые верят слепо. И вот таких людей выставляют как икону, что, прикрываясь им, ими творят все свои грязные дела. Ну сколько? Мы же живем все-таки не 20 веков назад, не тысячи лет назад. И, между прочим, тысячи лет назад, когда навязывали христианство, не христианство, а греческие, наши предки не так его мягко принимали, как говорится сейчас. 70% было уничтожено население. И до патриарха Никона так ничего не могли себе поделать с этим. Вопрос. А что же стало с людьми современными? Что вот вроде 20 век закончился, 21 пошел, уже знают, что земля, небесно-твердь не существует, по крайней мере, по ней никто не ходил ногами, точно бы упал, потому что вылетели уже за пределы. И многое что другое. И продолжают слепо верить в маразм. Вопрос. Кому выгоден маразм? Вот скажите, вам этот маразм выгоден? Нет. Людям, другим, кому-то помог? Нет. Придумать элементарные вещи, понимаете, какие-то дурят людей тем, что, типа, вот там, исцеление и так далее. Да извините, элементарные вещи, если человек знающий, понимающий, можно сделать любую вещь, воздействующую и так далее. Вон сколько случаев, когда я обрабатывал просто брелок, защиту ставил, кусок камня. Люди с собой его имели и попадали в автомобильные катастрофы, лобовые столкновения на большой скорости, и не только на них, но всех, кто сидел в машине, даже царапин не было, а машины в дребезги. Так это что? Чудо? Нет, это не чудо. Так вот, пользуясь тем, что у некоторых людей есть, о правоноспособности, когда он тоже маски компонсирует, и потом выдают чудеса проявления божественных сил. Да это не божественные силы, это человеческие силы, это проявления человеческих возможностей, и просто кое-кто очень удачно ими манипулирует и использует. Я могу проводить таких фактов, тысячи, десятки тысяч реальных фактов из моего опыта, и при том, никаких божественных проявлений нет, и чуда никого нет, есть реальные вещи. Так стоит ли превращать все в религию и так далее? Конечно, нет. Потому что религия, вот единственное, с чем я согласен с дедушкой Лениным, вот знаете, вот удивительно, что религия это опыта для народа. Вот, ну вот, вот другого не могу, а вот с этим действительно согласен. И не просто потому, что, главное, как лгут, православное христианство, да православие, никакого отношения к христианству не имеет. Было всегда правоверное христианство. До тех пор, пока Никон не придумал хитрый ход обманного движения. Вот, поэтому здесь очень много моментов, которые, в принципе, люди не хотят слышать, не хотят знать. Ну вот, сегодня я еще несколько писем захватил, ну, в принципе, некоторые вопросы интересны, но это может потом в ходе как вопросы я тоже отвечу, что некоторые вопросы будут интересны очень многим, не только, потому что я отбираю вопросы, которые приходят на мой сайт, из тех, которые действительно будут интересны всем, а не повторение тех же вопросов, которые были раньше и так далее. Так вот, это чуть позже. А сейчас я хотел бы сказать, вы, наверное, слышали вчера заявление президента нашего о том, что создается новый праздник, объявление праздником Дня Русской Государственности на какой-то день он там назначил, ну, в июле, Новый Государственный Праздник. Слышали, да? Ну, кто-то слышал, что это чуть больше тысячи лет Русской Государственности и так далее. И как он заявил, что вот, есть одна из теорий, но большинство ученых, историков ее поддерживают. Ну, не все. Может, он говорит, так вот, может быть, кто-то и не согласится, что это так, но тем не менее. Так вот, могу сказать, что это опять черная навязанная Западом ложь, потому что тысячи с лишним лет назад началось медленное уничтожение русской государственности. Именно с Трюрика, которая нарушила определенные законы, нас смотришь на Западе, и пошла зараза расти и дальше идти на Запад, на Восток. Так вот, я это говорю не только, потому что я по своему представлению тоже к Рюричкам отношусь, и не десятого на киселе. Так вот, я могу заявить откровенно, что с Трюрика и началось закат русской государственности. Не начало, как они говорят, а закат. Потому что Рюрик и его потомки, которые ставили власть, нарушали все и все, стремились к абсолютной власти. Это и привело к тому, что мы сейчас с вами имеем. Но вопрос еще следующий. Недавно тоже в мае при праздновании создания русской письменности некто гундяев слышали такую фамилию, да? Фамилия, конечно, ну, конечно, человек не рождается, он рождается в фамилии, которую ему послали, дали родители, но в данном случае фамилия очень соответствует с тем, что этот человек говорит, хотя он сейчас патриарх России Кирилл. Понимаете, этот человек, патриарх всей Руси, заявляет, что славяне были хуже зверей диких. Понимаете? И только благодаря тому, что Кирилл и Мефодий создали письменность, они обрели свет знаний. Напомню, Кирилл и Мефодий создали церковно-славянскую письменность, которая, в принципе, вы видели, как церковно-славянская письменность выглядит, да? Она похожа на русский язык, который мы пользуемся сейчас, весьма отдаленно, правильно? Так, вопрос. Этот человек является якобы духовным лидером русского народа, да? И заявляет публично, я понимаю, если бы где-то сидел в туалете своем и сказал такое, я бы еще понял, это его право личное, публично всему миру заявляет, что славяне были хуже зверей диких. Ну, почти как Петр I, псевдо-Петр I, который заявил, что если вам достались нормальные народы, то мне достались нелюди. Это он славянок говорил, и о русах. вот просто один к одному. И что самое интересное, нигде никто не вякнул в ответ, черт возьми, а какого права вы так вообще говорите о народе своем? Кто вам дал право так оскорблять и унижать? Русские, другие, славянские народы. И никто, все средства массовой информации молчат. Почему-то его никто не потащил в прокуратуру для того, чтобы отвечать за рожгание международной розни, унижение достоинства и так далее, и так далее. Вопрос. Теперь подумайте, если это никто не сделал, никто не среагировал, на чьей стране так называемый Кирилл? На стороне народов, живущих в нашей стране и народов, живущих в нашей стране? Не думаю. А насчет дикости вопрос. Если славяне были такие дикие, даже взять то, что они очень упячивают, только говоря о истории Киевской Руси. Во-первых, заметьте, Киевской Руси, а не Украина, потому что Украина и Киевская Русь это две разные вещи. Так вот, говоря о Киевской Руси, а другой истории они вообще молчат. Я использую термин истории, потому что всем привычно, потому что правильно это летописи, потому что те летописи, которые предоставляются, что случайно якобы обнаружил Петр, псевдо Петр при войне с шведами в одной церкви захватил крепости разъявил из-за летописи, помните, на которой было все построено. Вся существует история, так? Которая нам до сих пор еще вдалбнут голову. Даже и это меняет еще уже. Так уже доказано реально, что это фальшивка, потому что в то время, когда делали фальшивку в конце 16-17 века. Забыли, что бумагу нужно подбирать. Фальшивые монетчики, не монетчики, в общем, проходимцы были не такие умные, что можно надать должное Фоменко Киносовский, за что можно сказать спасибо, за многие вещи не могу сказать, но то, что он некоторые вещи открыл, это очень здорово. На бумаге, которая написана, присутствуют водяные знаки кампании конца 16-17 века. Достоверный источник, да? И вот на этой летописи строится вся современная история нашего государства российского. Ну, понятно, романам нужно было найти что-то, чтобы оправдать свой звук от власти, когда их подставили туда, и объяснить, что к чему. Вот они придумали, организовали такую фальшивку, которую они используют до сих пор. фальшивка-то уже разоблачена, молчат об этом и продолжают и так далее. Далее, вот есть у меня книжка, ее не так много вышло, называется «Загадочная страница русской истории». Так вот, в этой книге ее здесь много авторов, против все они являются историками по образованию. То есть, они имеют дипломы историков, имеют докторские, ну, думаю, ниже докторские степени не имеют. И вот, если вы прочитаете эту книжку, Бондаренко и Ефимов ее составили сборниками, если вы прочитаете эту книжку, что пишут историки, к примеру, о Мамаю-Побоище, к примеру, да, они пишут, что существует 300 копий Мамаю-Побоище, но никто никогда не видел оригинала, и все эти 300 копий друг от друга отличаются. Знаете, копировал так, чтобы поменялся текст. Тут в этой книжке пишут о том, что Золотая Орда, то, что написано в Золотой Орде, в нашей истории, никакой критики не выдержит. Это пишут историки, не я пишу, если бы, хотя, я даже не знал, то по Мессельницке моих статей по истории тоже. Значит, не посчитаю, что мои статьи являются антинаучными, понимаете? Значит, понятие такое, что только если человек имеет диплом историка, к примеру, то он может высказывать свое мнение. История – это чтение книг, анализ и так далее. Для этого нужно иметь мозги и умение анализировать. Так вот, забавно получается. Оказывается, далеко не все историки, не только я, но и многие историки другие, имеющие дортские степени, академические степени от науки, говорят, что фикция вся современная история российского государства. Фикция. Да, извините, в XIV веке создана была письменность для славян, да? А княжная Анна, которая вышла замуж за Генрика I в 1200 году с чем-то там, привезла во Францию библиотеку с собой. Конечно, там не только русском языке были написаны книги. И была очень удивлена, что король Франции безграмотный, читать и писать не умел. Знаете об этом, да? И что называла Париж деревней. То есть, как сегодня считают деревней, все москвичи, все провинции, а деревня, да? А провинции, да? Мы столичные, мы, так сказать, такие. Так вот, для нее была Франция захудалой провинцией, куда только политическая воля отца ее направила, чтобы она смиренная. А вы знаете, что на той Библии, которая написана на русском, не не церковно-славянском языке, а на русском языке, до сих пор президенты Франции приносят присягу. Знаете об этом, да? На той Библии, которую она привезла. Не знали? Теперь знаете. И много чего другое. Дальше. Интересно. Понимаете, говорят, что вот, типа, Рюрик пришел и взял тупых, диких славян, создал, принял править ими. Но, во-первых, это не так. Ну, допустим, даже предположить, что это так. Вот Рюрик пришел, и дикие славяне, которые ничего не умели, не могли, тупые были, вообще, так сказать, дикими зверьми были. Ну, предположим версию, правильно, да? Что получается? Вот эти дикие славяне идут войной на Арамею, или Арамею, или как Византию называют в современных источниках, и берут этот город, который якобы не дикие люди, населяли, да? Который якобы имел огромнейшую армию, Византия имела большую армию, разбивает армию, занимает город, и Вещий Олег вешает на вратах Царьграда, наши проекты называли Царьградом этот город византийский, Константинополь, свой щит с надписью, и Византия платит дань. Вот скажите, вот так придет человек, через две недели у него уже, через год, у него мощнейшая армия, вооруженная очень сильно, профессиональный воинов, и тогда, понимаете, дружины, с которой, кажется, Рюрик пришел, там несколько десятков человек, взять империю невозможно, вы понимаете это, да? Так откуда? А, извините, а что было написано на щите, которое Вещий Олег прибил к царям, вратам Царьграда? На латыни было написано, да? На русском языке. А, извините, а чем писали, на каком языке писали в Новгородском княжестве на Брестни грамотах крестьяне в глухих там поселениях, друг другу письма писали, считали, сколько пудов там жене собрали, доходы и так далее. Это было 10-11 век, да? В деревнях. А, извините, в 12 веке французский король безграмотный читать писать не мог. Это вот просвещенная Европа, а это дикие, примитивные славяне. Так вопрос, где была цивилизация, а где была дыра? Не буду указать, какая. Вам ответ ясен, надеюсь, да? Мне тоже. И что, как типа, как один там давал интервью визитическому радио, славянский там представитель, такой сайт, вы знаете, кто меня очень-очень любит. Вот. Тоже такие же разоблачители, которым можно очень верить, которые опубликовали статью интервью со Светланой, после того, как она была убита, они напечатали, опубликовали на своем сайте интервью со Светланой. Вот за очень доверие, можно доверять этому сайту, информация очень точная, да? Они истину несут в полной инстанции, в последней инстанции. Так вот, он заявил, а что там, это, а что там, так сказать, та же самая британская энциклопедия, что Левашов ссылается, у меня же есть оригинал, да? Оказывается, и британская энциклопедия, которая была издана, официальная, и ни одна книжка существует, это уже не доказательства, не факты, да? А от Радзимиловской летописи, которая разоблачена, это продолжает быть фактом, подтверждающим все. Так вот, интересно получается, вы понимаете, что и в конце 17 века, в конце 18, начало 19, когда 1771 год, когда была издана британская энциклопедия, Англия не была нашим другом хорошим, правильно? Всегда была, воевала против нас, правильно? Против России. И вот она взяла, взяла так вот, изложила всю информацию, вот, в пользу того, что там Великая Тартария изображена, и так далее, и так далее. Ну, допустим, что они обшиблись, но они должны были ошибиться во всем остальном. Но самое странное, что касается всех остальных стран, их территорий, насиротов, это британская энциклопедия оказалась правильной. Только вот, не устраивает некого господа, что существовала русская империя, которая называлась Великая Тартария, и просторы, которые были от, на тот момент, когда она издавалась, от Урала, включая большую часть, Северной Америки. И там жили русские люди. Ремезовская летопись тоже это фальшивка, это ничего не стоит. Но, хочу сказать, о ком тысячелетии можно говорить, если уже есть факты, реальные факты, доказательства, что на территории нашей Родины существовало именно нашим с вами предками созданное государство уже более ста тысяч лет назад. Асгард Ирийский был построен сто восемь с лишним тысяч лет назад. Сто восемь тысяч лет назад. И уничтожен Орден Джунгаров только в 1665-м и в 1635-м я все время путаю. Ну, это не столь принципиально. Только лишь. И есть доказательство того. Вот я сегодня принес чтобы показать кое-что. Я последний встал в прошлом кое-что приносил. Реземинскую сегодня тоже притащил кое-что. Так вот, вот, может слышали, вот была такая шумиха одно время по поводу каменной плиты, Дашкин камень. Помните? Вот фотография этой плиты. Это я взял фотографию с статьи, которая была опубликована. И в этой статье назвали карта создателей, хотя я не понимаю, почему создатель. Ну, видно, нравятся им такие названия карта создателей. Ну, читали многие эту статью? Нет? Ну, там, по крайней мере, рельефная карта Западной Сибири, всей Западной Сибири создана с точностью, которую невозможно получить без использования космических аппаратов. То есть, рельефные технологии, которые, опять-таки, не существовали до сих пор на Земле. Там и каналы, и так далее. Вот, к примеру, приводят здесь, так сказать, 12 тысяч километров каналов, дамбы, мощные плотины, недалеко от канала обозначены на поведенной площадке, предназначение этого непонятно, но я объяснял, для чего их предназначение. На этой карте есть и надписи, много надписей. Поначалу, думал, что это древнее китайское, а оказалось, что нет. Оказалось, что написано рунами и нашим русским языком. Но всегда ищет Китай, где угодно, но не в себя дома. И так далее. Эта карта, это не карта, плита, подвергалась исследованиям в Америке, в Японии, в Европе, и все подтвердили то, что реальный, что это действительно объемная рельефная карта территории Западной Сибири. Вы знаете, молчать по-прежнему, в принципе, это должно быть открытие вообще всего, вся, да? Многие об этом говорят сейчас современные. Многие в свое время, помните, была передача, говорили, что эта карта каменная плита находится в МГУ. И Садович говорит, не, ничего нет. Ну, видно, у него провалилось карманчик и потерялось. Видно, такая махонькая карта. Вот в прошлом году один энтузиаст, который в прошлом году во время жары умер, ну, пожилой был человек, и легкие болели, сильно у него был, умер, но мы с ним в начале июня прошлого года поехали именно в Московский университет. И, так сказать, эта карта там была, каменная плита. Находилась она в бытовке, рядом с швабрами и поломойками. Вот я сделал тогда фотографии, вот, видите, вот фотография, видите, уже плита раскололась, вот так, извините, вот, плита уже раскололась. Сколько тысячелетий проезжало, да? Видно, что обломок лежит, вот отсюда обломок лежит, раскололась. Но по-прежнему есть. Это было в прошлом году, в июне прошлого года. И где же одно из самых знаменательных открытий находится в бытовке? Зато в музеях находится все, что угодно, кроме того, что важно. Вот, еще чуть ближе фотография этой плиты. Вот, сбоку я сделал фотографию плиты, чтобы был рельеф видно больше и так далее. Вот, и это все оказывается не существует. Понимаете? Ну вот, я притащил, вот у меня есть маленький кусочек этой плиты, видите? Извините. в мой карман такая плита, даже маленький обломочек почему-то не поместилась. Но если бы он влез в мой карман, то явно бы я его потерял. Потому что вес обломочка не 2 грамма. Так вот, могу сказать следующее, чтобы часы не раздавить, это двинуло, это жалко часы. Вот видите, здесь вот фарфоровое покрытие, фарфоровое покрытие. Это доломит, камень. Они, к сожалению, исследовали камень, доломит, возраст, доломит и определили возраст плиты. Ну, это, конечно, очень умные ученые у нас. Оказывается, у нас на кладбище все умерли по 200-300 миллионов лет назад. Потому что там стоит камень на гробе из мрамора, гранита и так далее. А возраст возьмите, почитайте. Если взять, посчитать, сколько возраст тех каменных плит, на которых делается надгробие, то окажется, все похоронены там умерли в эру динозавров. Так вот, и что интересно, там действительно технология напыления, вот здесь вот видно, вот здесь все хорошо видно, вот напыление от фарфора в пылеону, доломит, то есть внутрь. То есть такая технология еще не существует на Земле, в принципе, ее никто не может повторить. Потому что фарфоровое покрытие сверху, он действительно гладкий, действительно на ощупь, конечно, все пощупать не могут, но, по крайней мере, уже видеть, что это реально существует, правильно? Или я тоже вымесил? Но если вымесил, кто хочет поставить голову проверить, если вымесил или нет? Только напиши записку, что я не виноват, что если у вас после этого кое-что происходит головой, что на вас упала случайно несуществующая вещь, и это у вас проломило голову и мозги вылезли наружу. Ну, напишите, пожалуйста, и, пожалуйста, проверим, кто хочет. Желающий есть? А почему? Ну, оказывается, нету, странно. А ведь даже нету. Существующие науки и наших ученых мужей ентова нету. Ну, нема. Как он нравится. Не, не камень, не обломок. Но самое интересное, смотрите, сколько это, я думаю, что не случайно плиту уронили, может, уронили того, что не было людей, не было достаточно нормальных средств, чтобы ее правильно принести и так далее. И поверьте, что, ну, это где-то килограмм под 10 тянет, маленький кусочек. А представьте себе, двухметровая плита, сколько весит, несколько тонн. но все равно, что сколько она хранилась, ее привезли сюда и в Москве вот ее уже раскололи. Я не знаю, что случилось с ней после июня прошлого года. Все-таки надеюсь, что ее не разбили и не вложили там кто-то в своем садике вокруг сволочной клумбы, камушек используют, как обложить, чтобы создать фонтанчик и так далее. Надеюсь, это не сделали. Но, по крайней мере, говорить, что это не существует, бред всего кобыла. Вот. Это реально и действительно, еще опять-таки вытащить наружу, вот если посмотреть, здесь есть и, ну, в этом кусочке тут не попало особо каналов, но все равно видно рельеф и так далее. именно так и повторял территорию то, то это место, которое отражалось. И самое забавное, что повезло, что эта территория именно в Западной Сибири, куда порядка 100 тысяч лет назад перебрались наши предки после того, как Дарья стала поражаться на дно. И понимаете, что можно было сейчас найти на глубинах океана Атлантического. Там, думаю, можно было много найти кое-что. Находят кое-что на Северных, на Оземле и на других островах, которые остались, то есть верхушки, то есть горные массивы, которые были, они остались на поверхности. Все, что было низинами и так далее, ушло под воду. И то находят обработанные каменные плиты и так далее, и так далее. Но опять молчат. Огромнейшие плиты обработаны и так далее, которые реально существуют, но не хотят видеть. И много что другое. Ну что интересно, смотрите, что получается. Не знаю, кто слышал, нет, но я уже, говорю неоднократно, писал об этом о Тесуйской находке. Помните, да? Потому что нашли захоронение, где там женщина прекрасная была, которая 100 тысяч лет, опять-таки, чуть больше 100 тысяч лет. И, как ни странно, у нее генетика была русская, потом сразу заткнулись об этом так. И так далее, и так далее. То есть, понимаете, а помните, если кто читал мою книгу, я приводил, когда спиральки Вольфрамовой и другие находили, опять-таки, на глубине 100 тысяч лет, примерно, именно на территории Западной Сибири, это полностью подтверждает реальные артефакты, подтверждает то, что на территории Западной Сибири, потому что сначала туда только заселились наши предки с вами, существовало государство и был создан город Аскар-Терийск, который просил больше 187 тысяч лет. Город, который был столицей империи, который назывался разные времена и по-разному, но в судне названиях империи. И эту империю создали наши предки. И нам теперь заявляют, что мы должны быть счастливы, что нам говорят, что у нас всего тысячи лет истории есть, государственности. Как вам нравится это? Мне, например, не нравится. Тысячелетия с лишним правлением династии Рюриков, да, это можно назвать так, но не более того. Дальше, смотрите, что забавно. Как пытаются преподнести об Александре Невском слышали все? Пока еще все слышали, даже молодые, да? Ну, надо же, это же слышали, и молодые слышали. Серьезно, еще остались в школах, еще и говорят Александр Невского, да? Ну, надо же, еще и говорят об этом. Удивительно, как же допустили такую оплошность. Еще не убрали это. Так, извините, помните, как в современной интерпретации преподносит, что Александр Невский то призывает, то выгоняет новгородцев, то, извините, дадут ногу под одно место, потом говорят, минус ты мой, иди обратно. Потом опять дают, потом опять приглашают. Извините, пошло бы он, если ему дали под одно место ногой обратно, а? А почему такое сделали? Факты есть? Надо же как-то объяснить. Надо же прийти за уши все, что нужно. Так очень просто. Потому что в Нагротском княжестве в то время еще существовали традиции наших предков, по которым было два князя. Мирской князь и военный князь. Когда было мирное время, правил мирской князь. А когда приходило беда, угроза нападения врагов, то приглашали на правильное военного князя, которого ими называли еще ханом, в принципе. И потом, помните, написал, Александр Невский выгоняли, и куда ехал? В ставку хана ехал, да? В Орду ехал. Его там очень любили. Да он и был главным в Орде в то время. Он и был сам тем ханом. Просто хан, это, кажется, его другой военный титул в то время был. Не более того. И если посмотреть на эту точку зрения, то абсурдность того, что его пинали ногой, потом опять приглашали, и что он соглашался, исчезает. Тогда все становится на свои места. Когда было мирное время, правил мирской князь, который занимался делами житовыми, бытийскими такими, когда приходило время военное, здесь действительно нужен опыт был военный, профессионального воина. Каковым и был Александр Невский. И он приходил и разбил врагов. Не правда ли? По-другому совершенно выглядит событие, которое, казалось бы, очевидно, если брать не идиотическую систему, представление, которое нам навязывают, а то, что на самом деле было. Но вот как вы скажите после всего этого, можно ли спокойно смотреть, как нам с вами пытаются навязывать черти знает что. Понимаете, у других народов их в кавычках история, как древнее время, которого никогда не было, между прочим, придумали Рома Ларема, которых воспитала капиталистская волчица выкривала молоком, да? А как вот я уже приводил, что на античных картах средних веков, которые рисовали в то время картографы, древнего Рима, Римской империи вообще не упоминается, нет такой территории. Хотя Византийскую империю уже отражают, то есть это карта не ранее 4-5 века нашей эры, потому что Византийская империя возникла именно в 4 веке нашей эры, только не раньше 4 века античная Европа-карта была отражена. Хотя Рим есть, город и так далее. И самое забавное, что оконфузили сами итальянцы исследовали капиталистскую волчицу и обнаружили, что она была создана, в 15 веке сделана статуя. Да и все книги написаны, напечатаны. Я уже приводил, я еще раз проведусь, потому что вот такого идиотизма и такого степени оболвания людей не просто для чего людей считают идиотами. Я просто удивляюсь, потому что когда разбирался вопрос еще в штатах, когда находился, был момент там передачи по поводу гибели Помпеи, которые якобы в 79 году в нашей эре были засыпаны пеплом и везувием. Помните, да? Слышали кто-то еще? Помните, да? Тоже еще изучали молодые люди. Старшее поколение я знаю изучали. Ну, помните эту историю, да? И что же оказывается? И там в передаче показывается пример. Там был адмирал римский, как оказалось, и был его племянник, который был свидетелем этих событий. И этот племянник вел дневники и описывал все события. Потом, когда вернулся с места событий, трагедии, как наши МЧС-овцы возвращаются, да? Взял, вытащил свои дневники и напечатал их. и показывают книжку, изданную типографским способом, ну, латынистично. Все довольно-таки хорошее уже, и обрезано к ней хорошо, и печать довольно-таки качественная. И выделяют там еще ярко, так сказать, фразы, описывая, как он описывал события гибели Помпей. Вы знаете, все американцы скушали. Я вот теперь думаю, с той системой образования, которую нам пытаются навязать, скоро и наши все скушают. Дети, по крайней мере. Пояснять нужно? Напомню, кто не знает, бумагу придумали в Испании в 11 веке, только лишь, не в 79 году. Следующее. Первые книги стали печатать в 15 веке. Теперь вопрос. Каким образом в 79 году нашей эры, ну, если он, допустим, в 79 событиях, он напечатал через 2-3 года, ну, в 80-м, в 85-м году, ну, в 100-м, не знаю, может, он прожил 300 лет, или сколько там, 200 лет, или сколько там, и напечатал перед своей смертью. Появилась бумага и печатные книги, типографии, которые печатают книги. Ну, абсурд такой, что удивляюсь просто-напросто, если, к тому же, существует еще там водопровод показывают, который построен в 16 веке, начало 16 века, инженером итальянским, который все известен, и так далее, который жив в 16 веке, и пишут, что водопровод инженера такого там, который жил в 16 веке, а город был засыпан в 79-м году нашей эры, за 15 век до того, а? Хорошо водопровод построил? Вот наши умеются, наши не могут построить по нормальным дорогам, а тут умудрился приложить водопровод под засыпанным слоем толщи, магмы, город, и так, что подвел к каждому дому, что все прекрасно, идеально, тютилика, тютилика. Вот мастера были, да? И главное, что ни слой магмы, ни пепла не пошевелился, ничего не поврежден был. И что самое интересное, открыли там фрески, мозаики, и на одной из фресок, которую показывали, все видят, копия, картина Рафаэля, три грации. Тютилика, только мозаикой выложены. Камышки, знаете, мозаики, да? Оказывается, что Рафаэль, когда писал свою картину три грации, он, видно, обладал, и с невидением он посмотрел сквозь толщу магмы и пепла, все засыпано, и увидел на стене вот эту картину три грации, и взял, скопировал. А чего молчите? Вы не согласны с такой версией? Ну, в том-то, так вот, извините, вот это банальные вещи называется великая история прошлого мира, которую навязывают всему миру, навязали, и навязывают нам с вами теперь. И мы должны смиренно смотреть, хотя у нас действительно есть реальная история, прошлое, точнее, которая подтверждена фактами, и таких и только мало, есть и другие артефакты подтверждающие, надеюсь, скоро скроется еще гораздо больше их, потому что боятся, что что-то будет открыто, потому что много уничтожалось, продолжат уничтожаться. И карты, картографы тоже, это по-словянску, средних веков, это фикции, зато 20 века, отражающие те времена, идеальная правда, абсолютная правда. Они сейчас, в 20-21 веке, лучше знают, какие были территории, государства в 14-15 веках, например, в 16 веках, потому что они там были. Да, кстати, там были. Вот, получил одно письмо, где один человек пишет, вот, вы же пишете в своей автобиографии, что вот вы, типа, про просьбы там, костюмеров, просмотрели детальные наряды средних веков во Франции и так далее, казалось очень точно, потом подтвердилось все. Вот почему вы, вот говоря Петре Первым, псевдо Петре Первым, говорите, я думаю, я, как говорится, почему не утверждать, не утверждать это, извините. Да, действительно, я могу, и мы, как Светлана, работаем, мы могли пойти в прошлое, посмотреть реальную ситуацию. Ну, вот представьте себе, вот мы приходим и раскладываем вам здесь, вот свои книги, на кое-что раскладах, кто читал ее, откровения, есть такие люди здесь, поднимите руки, вот она часть расписывала, что она получала при этом. И то, после того, как она получала такую информацию, восстанавливала, она копала очень много на интернете, чтобы найти подтверждение в книгах, интернете, для того, чтобы найти подтверждение, чтобы это было действительно достоверно, чтобы не было, ага, человека ку-ку поехало, куда-то не приехало, да. Так вот, вопрос, дело не в том, что невозможно посмотреть эти, в прошлое, то, к сожалению, из прошлого, вот так не захватишь булыжник, ну, в виде каменной плиты, и не притащишься, потому что они определенные законы есть, их не притащишь, по крайней мере, я это не умею делать, может, и другое умеет делать, я не знаю, но мне это не получалось, так что, извините, не получается, но суть не в этом, для того, чтобы, смотрите, есть доказательства, есть факты, непровержимые логики, которые никто не смог опровергнуть, ну, то, что замолчат, понятно, но продолжают игнорировать, а теперь представьте, чтобы я пришел, сказал, вот я сместился в прошлое, посмотрел, и все было не так, все было по-другому, кто-то бы слушал меня вообще-то, как вы думаете, ну, вряд ли, особенно те, кому это не нравится, но зато, когда они слушают того, кого им нравится, какую бы их и не говорили, какую они сообщали информацию, абсурдную, почему-то они воспринимают на ура, и хлопают в ладоши, вопрос, почему, в одном случае, один подход, а в другом, другой, и, кстати, в своих делах и книгах я опираюсь не то, что я вот там походил и так далее и увидел, а то, что я могу подтвердить, потому что, если бы я излагал все, что действительно я знаю, то было бы во много раз больше информации, во-первых, много информации еще преждевременно, не потому что, так сказать, я боюсь что-то, а потому что человек должен постепенно выготавливаться, потому что, если человеку дать чрезмерно много информации, его мозг просто может не выдержать, или просто трудно будет воспринимать некоторые вещи, потому что действительно, из-за того, что нам социальные паразиты навязали систему, которую мы сейчас имеем, что людям вбили такие ограниченные представления о реальности, что для них многие вещи, которые для меня являются очевидными, как дважды два-четыре, для большинства людей являются чудесами, к примеру, да, а для меня это не чудо, это нормальный образ жизни, просто из-за того, что людей заблокировали, превратили, как говорится, невежество и так далее, и так далее, чтобы люди были невежественны, и так далее, или иллюзия, что вот люди нахватались какие-то, прочитали какие-то книжки, и после этого, так сказать, говорят, что они уже образованные люди. Вот вы знаете, что на самом деле представится образованный человек? Не тот, который получил диплом или зазубрил книжки. Зазубрить книжки попугая может, если научить правильно, но он только повторит то, что написано. Но образованный человек, это не тот, кто держит в памяти все, что в этих книжках прочитал. Образованный человек заключается в том, что если ему нужно уточнить какой-то момент, который он не держит в голове постоянно, он знает, что ага, информация об этом находится в таком-то разделе знаний, в такой книге, автор такой-то. Я ее беру, книжку, ну вот здесь книжка, беру, вот допустим, нужную книжку достаю, открываю, и говорю, вот здесь написано, изложенное подтверждение. Это отличается образованного человека от просто человека, который имеет образование. Держать в голове всю информацию, хотя в моей голове информация множество довольно-таки держится, но некоторые нюансы, которые не нужно держать в памяти постоянно, зачем? Всегда можно при необходимости взять источник, если знаешь, где его найти, этот источник использовать, и конкретными фактами уже действовать. К сожалению, у нас не готовят образованных людей в том плане, особенно сейчас. К сожалению, сейчас это образование превратилось в что? Фикцию. Потому что все не только покупают, вы знаете, в мое время, вот говоря, послал университет, у нас тоже были блатные, которые проходили, когда их потаскали, специально готовили к тому, что будет, чтобы они знали, что к чему, когда будут экзамены, которым там, может, платили взятки, чтобы попасть, когда на наш факультет мало рвалось, потому что там тяжелый факультет, это не медицина, не торговля, понимаете, да? Но, тем не менее, конкурс был. И вот, вы знаете, те, как ни странно, те, которые прошли, казалось бы, вступили, поступили там, даже, как говорится, прошли быстро, там два экзамена сдали, все прекрасно, очень многие из них потом отсесть, потому что началась учеба, Блад, не помогай, знаете, там нужно показывать свои знания, умения, мысли и так далее, а если, как говорится, кто-то протащил с махатой лапы куда-то, это не помогало, поэтому мне было удивительно, потому что те, которые получили пятерки наступили на экзамен, потом еле-еле тянули тройки, и потом многие из них были отчислены, когда к пятому курсу прошло уже, из ста человек, подошло, ну человек 75, не больше, и почти все, кто пришел, так сказать, по блату, по такому льготному тарифу вступления, оказались, где отчислены, почти все, не все, но сейчас наше образование, к сожалению, вы знаете, платное, и даже то, что бесплатное, все равно платное, потому что покупают оценки у преподавателей, к сожалению, так же, как платятся за диссертации и тому подобное, чтобы получить диссертацию, не важно, что там содержится, а важно, чтобы человек проплатил, это называется наука, это то, что творится в нашей российской академии, и это, так сказать, у меня есть множество фактов, подтверждающих это, но это не мое дело, это пускай прокуратура генеральная, но разбирается, но, к сожалению, генеральная прокуратура не разбирается тем, чем нужно, а занимается тем, чем не нужно. Ну ладно, это долгая тематика, долгий разговор, а то уже, ого, я сегодня завелся, но причина была основательная, потому что для меня лично, вот то, во что превращает нашу с вами страну, превращает наше прошлое наше, великое прошлое нашей Родины, и на то, что создал, и создавал, и создает наш народ, я имею в виду, не только русов, а все народы Крины, которые живут на территории нашей Родины, мы все вместе, многие сотни, по крайней мере, сто тысяч лишних лет жили на этой территории, и знаете, почему-то мирно решались все конфликты национальные, их не было в принципе, а вот сейчас почему-то очень много появилось, потому что кое-кому очень выгодно, чтобы они были, и есть предатели везде, и в русском народе, к сожалению, среди русских предателей тоже немало, которые за деньги готовы продать все и вся, не понимая, что они никому не нужны, вот просто могу сказать один факт, мои знакомые расскажут, что их знакомые в 90-е годы хапану плену кусок, ну понимаете, чего, да, и решили, что не гнаться за большим куском, а то можно оказаться на кладбище, где многие оказались, ну, вы здесь были, больше лучше меня знаете, что происходило, и уехали с тем, что успели кусить, во Францию, и вот у них несколько лет назад возникла, ностальгия возникла, вот захотелось им, ну, потянуло на родину, вот душе, знаете, что-то заскребло, заскоблило, видно, может, что-то отмылись, хорошенько, не знаю, что там, и что они решили, они пришли, говорят, мы хотим построить завод в России, мы хотим перевезти деньги в Россию, что им сказали, как думать, в банке, а, пожалуйста, вот во Франции, пожалуйста, стройте сколько хотите заводов, фабрик, мы вам даем год, сводим от налогов, и так далее, и так далее, нет, спрашивайте, мы спасибо, мы очень признательны, но мы хотим построить завод в России, не во Франции, но они опять стали убеждать основательно, но не поддались они убеждению, знаете, что последовало следующее, их заморозили счета и потребовали объяснить происхождение средств, которые поступили на эти счета, забавно, значит, все эти годы они жили, никто не просил них объяснить происхождение, потому что там, наверное, не один миллион пришел, понимаете, и предлагали заводы строить на территории Франции, предлагали льготы, тоже не спрашивали, но когда люди оказались недалекими, ну, мозгов нет, не соображают, чего тебе поделать с ними, продолжают тупо наставить, мы хотим построить завод в России, вот только тогда их счета были заморожены, а что вы думаете, те, кто вывозят триллионами очень сложно вывезли из России за эти года, они думают, что они владеют этими средствами, когда будет выгодно, и не обязательно, что они вдруг проснется на стадии по родине, и они выжилают страстным желанием, таким вот упертостью, как те люди, построить заводы в территории России, не обязательно эта причина, просто когда возник необходимость, пройдет то же самое, понимаете, да, так что те гуси, которые думают, что они вывезли средства из России, и тем самым им плевать, они будут теперь купаться, как говорится, в шампанском, или чем-то мне захотят, или в молоке, там, не знаю в чем, укажут свои фантазии, в чем они хотят копаться, но на самом деле они будут купаться в том, что направляются в канализацию, в мое мнение, ни более, ни менее. И хочу еще немножко сказать, ради справедливости, не нужно думать, что только после падения Советского Союза страна начала разворовываться. Страна разворовывалась начиная с 17-го года, основательно, и никогда не прекращалось разворовывание. Вывозилось и при Сталине, и не только при Сталине, и после него, и откладывались на счета, многие миллиарды из счета, суммы на счета деятелей партийных, которых, конечно, мало кто узнал. и через Казахстан вывозили на запад, шлоны уходили из золота, и бриллианты, алмазы не обработаны, ящики вывозили, и так далее, и так далее. Все это происходило, и забыли, не помните, я помню, 91-е годы, это, кажется, ноябрь, была статья в газете «Москве», казусная ситуация, я скажу вам, может, что вспомните, что неожиданно на рынке, говорится, валюты, появилась большая масса валюты, долларов, и оказалось, что, это в советское время было еще, 91-й год, конечно, последний годок, но тем не менее еще, и когда начали искать концы, то эти концы привели в Шереметьево. О, сетих, и ждут, что же там было, да? Так уж, что оказалось, что грузчики, грузчики, отправляя канцелярские товары в одно из концы, или посольства Советского Союза в то время, за границу, грузили эти канцелярские товары, там бумагу, там карандаши, стерочки, и случайно уронили один контейнер. и там оказались канцелярские товары. Почему и та? В долларовых купюрах сотенных в этом небольшом контейнере был один миллиард долларов. Ну, что самое интересное, то, по сути, куда отправлялись канцелярские товары, я даже не заметил, институты. И когда грузчики случайно уронили, и оттуда вылезло карандашики, они так удивились карандашикам, так обрадовались бесплатным карандашикам, распихали их по карманам, ну, куда же деваться, в то время не сунься с валютой, нигде, да, карандашиками, такими, ой, извините, карандашиками. И вот пошли с этими карандашиками торговать. И появилось огромное количество неучтенных карандашиков, которых очень сильно забеспокоилось, ну, в то время ГГБ было. Вот скажите, а сколько таких карандашиков было вывезено? Кто знает? Вы знаете? Триллионы. Все правильно. Так что говорить о том, что вот советские времена и такие хорошие времена, все было замечательно. То, что было замечательно, да, это было образование, было довольно-таки хорошее, крепкое образование. По сравнению с современным образованием, это вообще небо и земля. Хотя там был маразм тоже, все эти съезды, вперед, ура, малая земля и другие такие великие победы. Это было, маразм тоже был. Но вы знаете, что могу сказать цену? Вот прожив в 15 штатах, в реальности, не с парада, а, так сказать, с черного хода, то есть в реальной жизни, другими словами, могу сказать следующее. Построение маразма, который я увидел в США, в реальности, маразм Советского Союза еще не такой маразм. Тот маразм на счет политики коррект, так и называется, политически правильный подход. Когда, так сказать, принимают на работу не потому, допустим, что ты профессионал, а примут черного, потому что, если черного не примут, он пожалуется на то, что он, притеснение, из-за того, что он черный и так далее. Увольняют не белого, не черного, а белого, потому что, если уйдет черного, то черный будет опять пищать и подтрет новомиллионные компенсации за расовую дискриминацию. То, если кто-то скажет на черного негр, что является негроидной расой, официальный научный термин, да, то это оскорбление, ты расист. А то, что называют белых белыми, это нормально. Или как, я сам слышу по телевидению, черное телевидение там есть, мы должны уничтожить всех, we have to kill all white dogs, whiteys, белых собак. Это открыто по телевидению говорится. И никто их не преследует за это. Забавно, да? А знаете, что сейчас произошло в Америке? Ну, вы знаете, что Америка накрылась уже основательно, знаете, да? И когда я говорил, что вот Америка это паразийское государство, все на меня кричали, говорили, что я лгу, как говорится, и так далее. Но, что оказалось, уже официально, потому что официально внешний долг США 25 триллионов, и они никогда не смогут выплатить. Это официально, они официально в два раза, если не больше, больше. и что они паразитизируют, потому что производят в несколько раз меньше, чем потребляют. Это типичный признак. Даже, если помните, кто изучал экономику в советские времена, было такое понятие простое воспроизводство, расширенное воспроизводство. То есть простое воспроизводство, это как производство столько, сколько потребляется, самая примитивная форма производства. Расширенные производства, когда производство больше, чем потребляется, и получают избыток, который можно продать или обменять с другими для того, чтобы получить то, что не хватает. Так вот, если Штаты производят в 2,5 раза меньше, чем потребляют, то это же не простой воспроизводитель, а паразитическая система. Просто очень люди дурят просто, называть одну циферку, которая у всех, а в другую циферку, от которой у них уже, вот так должны, не говорят. Какую циферку говорят, какую не говорят. Циферку говорят, что США производят 20% мирового продукта. Правда, правда. И думают, ууу, одна страна производит 20%, пятую честь всего мирового продукта. Это же надо же, а сколько стран, она одна, страна эта, и производится и только. Ну и все, и на этом заканчивается. А вот вторая часть, которую не хотят говорить, заключается, что в среднем США потребляют 45-50% того самого мирового продукта. А по некоторым видам продукта 85-90% мирового продукта. То есть в среднем США потребляют 2,5 раза больше, чем производят мирового продукта. И вот сейчас уже неоткрыто кричат, нужна война, война, война. Уже с 2000 года пытаются развязать войну. Сколько не пытались, пшик получается. Не получается, не получается, не получается, не получается. И не получится. АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, они и делают, там, пакости, вот, там, на Ирак напали, и что? Напали, и что получили? Полно показали свой фиаско. Потому что весь мир прекрасно видел, что такое среди штаты. Что им плевать на международные законы и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому, а почему, говорит, нужно, вот, типа, нужно быть объективным? Так вот, объективная информация должна быть. Почему людям, как говорят, вешают лапшу на уши? Говорят одно, а не говорят другое. Как мне пришли брать интервью, которое они так не дали в эфир. Нью-Йорк Таймс приходило, и меня спросили, что вы считаете проблемой в России самой главной? Знаете, что я ответил? Я сказал, самая большая проблема в России – это Америка. Потому что то, что сейчас происходит в России, из-за того, что советники и консультанты Соединенных Штатов прибыли, сидели в Кремле и говорили всем нашим руководителям, и диктовали, что нужно делать и как делать. И то, что мы сейчас имеем, есть результат той политики, которую советники и консультанты Соединенных Штатов Америки давали нашим, так сказать, государственным деятелям. Вопрос. И если советы, консультации и стратегии развития экономики и так далее привели к тому, что мы сейчас имеем, кто виноват? Почему-то интервью не вышло. Вы знаете, я крайне удивлен тем фактом. Понимаете, вот самое обидное, что наша страна действительно великая была, есть и, я надеюсь, будет. Как бы ни пытались ее превратить в ничто, и наши народы, и единый народ, который, в принципе, нация есть, и костяк это создает, пока еще создает русский народ, русы, действительно создали и многое делали. Просто мне иногда становится досадно, что наши предки были дураками в их аспектах, извините, что я говорю так, потому что вот они хотели помочь другим, помочь им дать знания, дать культуру, дать технику, обучить их тому-сему. И что же получали в обратно, в знак благодарности? Только ненависть, ненависть и ненависть. Вот я считаю, в этом плане были дураками. Потому что невозможно, вот я могу сказать следующее, даже на своем собственном опыте, уже могу сказать, 20 лишних лет достаточно времени, конечно, не огромное, но достаточное. Вот когда я проводил свои семинары и проводил преобразование мозга людям, я думаю, ну вот если человеку дать те возможности, которые у него никогда не было, никогда не будут, если ему объяснить правильно, как ими пользоваться, что делать, объяснить, что нельзя сделать, что можно. Я был идеалист в то время, конечно. Рассчитывал, что человек должен очиститься от всей мерзости, потому что соприкоснувшись с чем-то таким, он должен стать другим. Да, они становились другие, многие становились другие, но большинство тут же начинали, что они с рождения все это у них есть, что они то-то, то-то, то-то и тому подобное. Да, Бог с ним, мне не жалко, что это с рождения. Но начинали творить такие вещи, делать то, что вместо того, чтобы изучить и так далее, действительно помогать, они начинают заниматься профанацией. И вот даже прошлый год, когда я семинар проводил, подтвердил, что... Я просто показал, что такое реально, не потому что я не знал результат, я считал и знал, что будет практически то же самое, но просто хотел показать, что это действительно реально, что это не только 20 лет назад я делал, не только в Америке, это реально делается. И правила семинара. То же самое, подавляющее большинство тех, кто попали на сцену, но кто видел эти самые семинары, как мне сказали, как там друзья в кавычках писали, что все пацаны утки, а вы тоже сидите здесь, пацаны утки, потому что вы приехали сюда тоже, да? Я, наверное, заплатил очень много, да, чтобы вы приехали сюда. Поскольку по миллиону, по два... Скажите, чтобы я знал, что потом было... Не жалко, чтобы говорили, а сколько я заплатил каждому человеку, приехавшу? Миллион, два, десять или по сто рублей. Как я знаю, сейчас происходят некоторые выборы, и люди отдают свои голоса за 250-500 рублей. Вот хочешь мой голос получить, 250 рублей заплати 500, и получишь голос. Вы знаете, когда я услышал это, я думаю, черт возьми, неужели человек ставит себе цену 250-500 рублей? Ведь в принципе, это и есть так. Вот это в Архангельской области происходило, недавно, позавчера-вчера. Если человек говорит, что я отдам свой голос за того, кто мне даст 250 рублей или 500 рублей, и цена такому человеку 250-500 рублей, по-моему, не можете ошибаться, конечно. Понимаете? И что вот забавно, неужели люди не понимают, что вот когда они такое делают, они действительно ставят себя на уровень ценности 250 рублей, ну 500 рублей. Неужели это, ну я понимаю, им дали там миллион долларов, ну 10 миллионов долларов, но я еще понимаю, ну соблазн большой, ну они, как-то их жизнь может измениться от этого, да? Ну соблазн такой большой, что продать себя, что продать себя, да не все алкоголики, там, кто продавал, не алкоголиками не были. Это молодежь, будущая, молодая гвардия продавалась своей голоса так, ваша информация. Так неужели люди, вот действительно, не понимая, что за какие деньги, я понимаю, можно было там за миллион, там еще, не правда, но хотя понятно причину, но это означает, что люди себя ценят именно на эту сумму, что они продают себя за такую цену. Ну, мне их искренне жаль. А теперь я начну смотреть вопросы, которые поступили, потому что сегодня у нас беседа получилась большая такая, но я думаю, что эта беседа, наверное, большинству была интересна, надеюсь. Теперь, сейчас вопрос, который поступили из зала, начнем.